Мы сели на мель. Обломали нас сейчас печально стенку. Первая парусная яхта, встретившаяся нам на всем протяжении пути. Здесь канал имени Москвы. Не хукрым, хукрыма. Уже хорошо они нас хрустиком не назвали. Вот такой вот яхтинг в России. Готовимся отходить. Из Калязины в сторону Дубны. Если повезет, то завтра вечером будем дома. Быт на яхте он такой. На каждой остановке выбрасываем мусор. Так, подожди, подожди, подожди. Так, сейчас все. Все, все взяла. Вот такая у меня бантик. Мне можно эта девочка из поддержки. О, плавучая беседка для шашлыка. Здесь только мангала не хватает. прикольно. Стол переговоров, ты что-то не понимаешь. Нет, Витя, стол переговоров должен быть с баней. Здесь слип. Ну и по карте здесь надо быть заправкой. А, конкретно здесь? А, вот в этом. прибой сегодня. Ветер, но солнышко надо намазаться хоть облицом, кремом. Потому что 13 градусов это холодно. В любом случае мы будем все по ушу в куртках. Какой у нас план? Сначала карло, а ты назад дал. Руль держи прямо. Ну, а ждать чуть-чуть к плечаму. Итак, мы уходим из халядины. Хочешь прийти? Хочешь прийти? Халядины. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Сейчас еще пройдем под ЛЭП. Я так полагаю, что она достаточно высокая, по крайней мере, на вид. Все, смотрите, как следили за дручим. Ветра нету, наш лаг прицепился намертво. Надо было тебе сегодня наш флаг подпинать. Погром. Чего? Надо было наш флаг поправить. Что? Придем с таким флагом. Ты меня поднимешь? На ручке? Нет, надо подъедли, это наверх. А багром не получится? Нет, я не дотягиваюсь. Да, попробую. Не, ну не сейчас, подожди. Мы придем. А багром-то я смогу иди отсюда, потому что наверх. Так, а у тебя курс как? По на Вионицу стоит? Ура. Чуть-чуть краюшку порвали. Чуть-чуть краюшку. Этих поворотов вы нужно поменьше. Чтобы не хотелить. Чтобы не пропустите. Постарайся, держаться с края, но у нас осадка поспелся не может. Не мельтешите, говорят, не мельтешите. Ну пусть пройдут, одни пытались нас уже пройти, пока мы медленнее идти не стали, а пройти здесь много, а то уже все хорохварились, хорохварились, подбейтесь, мы тут спешим. Вот так вот мельтешим, мешаем. За шесть часов, я думаю, они километров на пять впереди нас уйдут, и возможно, будем с ними шуздаваться, возможно. Ну-ну. Ну блин, километров пять это нам час хода, а может успех двенок из нас прошуздаваться. Хотя, кем нет, километров пять это полчаса хода. Сколько мы с утра идем? Двадцать мы вышли, они на горизонте появились. Ну они так уж не на горизонте были. Два часа идем, они нас только догнали до два часа. Идти еще шесть часов. Ну с горизонта уйдут. Ну да. Ну в принципе, да, километра в пять они теперь оттуда, не больше. Ну их-то вряд ли заставили ждать на шлюзов. Уже хорошо они нас хрустиком не назвали. По просьбе сухогрузок, кстати, он пристал. По стравкам, там очень-очень мелко стоите меньше двух метров. Мы сейчас будем поворачивать направо в сторону следующего красного боя. Да-да-да, я просто смотрю, как мы так уверены между островами нацеливались. Мы просто по вашей просьбе оставляем вам больше места. Спасибо. Беспокоиться, что уйдем на мель. Бой сто одиннадцать. Они сейчас крутят форсаж, у них нос поднимется и так... На глесере? Да. А тут мельтешат всякий. Это путь сто двенадцать. Поворотный. Супогрузки Евгений Орловский. Как и планировал, обходит нас по правому горку. Классно вот так лежать на нагретой, на нагретом тузике на носу, на солнышке. Шикардос! 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 Интересные островки. Прямо вот для них два метра глубина. А здесь 15 метров. Но к ним, по идее, можно носом подходить. Единственное, как на 15 метрах бросать якость. Сейчас ветер хороший для паруса. Ладно, поставим, он опять скислит. Впереди сейчас разошлись, там, например, роз и шлюзовой. Шлюзовой номер. Шлюзовой — это буксиры толкающие. Тоже в моей личной любви. Сейчас тут расходиться со шлюзовым, но мы, в общем-то, держимся по краю до логохода. Проблемы не должны. Здесь, вот против солнца, мы расследили какой-то каратер с интересными кранами. Здесь, конечно, дно углубительный снаряд. Может быть, конечно, дно углубительный снаряд. Вот всё-таки. А что углублять? Здесь есть острова Амери. Стоило нам сесть покушать, как началась встречка. Олег, что ты делаешь? Олег, что ты делаешь? Вкусно. 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 Смесь консервы и еды. Так называемые готовые блюда консервы не настолько готовые, чтобы можно было есть. Сейчас приходится в них добавлять картошку, морковку, лучок, зелень, а иногда даже мясо. С одним разошлись. Вообще заправка до замки тут есть. Ну, ты видишь заправку? Нет, не вижу. Плавучая заправка уплыла. Кула на заправку. А? Плавучая заправка, кула на заправку. А сзади нас догоняют по Завирски в теплоход. Да, вон. Там будет годово, как встречка возникла. А сзади нас догоняют по Завирски в теплоход. Витя договаривается теплоходом, и догоняющий нас, чтобы мы разошлись с правыми бортами. Нам так удобнее, не так удобнее. Ну, а лучше обговорить свои намерения, чтобы не было что-нибудь. У нас обходит теплоход две столицы. Сюда вверх. Номер телефона. Кому нужно построить шумно, обращайтесь. Вот что значит наружная реклама. Вот это да, друзья, первая парусная яхта, встретившаяся нам на всем протяжении пути. Да? Реально ни одной встреченной парусной яхты. Да сколько мы? Двусловно тысячу километров больше. Двусловно. От советского. Наверное, почти в Кимарху сейчас почти. Да, там прям очень впереди. Да, Кимарх. Представляете, первая яхта. Попробовали вызвать по рации эту яхту. Но для реакции. Наверное, они дежурят с включенной рацией. Но вообще, представляете, за все время пути первая парусная яхта, которую мы встретили. А прошло прилично. Вот такой вот яхтинг в России. Каждый раз приближаюсь к ЛЭП. Боюсь, вдруг они провисли. Ну, хотя здесь вроде высоко. В некоторых местах проходишь и прям так очень страшно. Ну, все, ощущается, что мы дома. Вот у какого-то причальчика стоит яхточка. До этого такое можно было встретить только в больших городах. И то пара яхт. В Колязине была одна. В Череповце парочка. А здесь у кого-то дачка, яхта. Очень круто. Подходим к Кимрам. Здесь такая портовая обстановочка. Щебень, да? Щебень. 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 Погрузчики. 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 Главное серпомолок на трубе. Здесь, похоже, яхт-клуб. Ну, или мотор-клуб. Ну, одна яхта есть. Яхта. Яхта в яхту. И у нас Кимрасский автомобильный мост. Здесь еще что-то вроде яхт-клуба. Ну, опять-таки, только яхту, только водопоток. Здесь на поле моста 4 квадратика. Значит, высота на 15-20 метров. А сколько там написано? Где? Вон, вверху квадратик. И что, где написано? 16-4. А, вон, пошла, да? Ничего себе. Первый шлюз, ябляй ее моё. Яхта, ё-моё, вызывает первую шлюзу. Что говорят, зачем? Зачем? Угадайте. Соскучились. А что сказали, подождите? Сказали, сейчас, секундочку. Подходим к вам снизу, ходим через час, сможете нас оказывать? Представить себе. Так, через час, да, габарит ваш. 8,25 длина, 2,2 мм на ширина. Три, семь, пять, один. Выборг, Москва. Пироговское водохранилище, Ореховая бухта. Пироговское. 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 Пироговское водохранилище, Ореховая бухта. Пироговское водохранилище. С hitchhice. Встречная это ваше название. Спасибо. Слушай, что я сказал? Если будут идти встречные... Да, может идти встречка. В то время. Сигевара. Ну и как его тут зовут? Феделькастро. Борода короткая. Ну, кепка это очки борода. Встречка. Общение с диспетчерами шлюзо на Волгобалте. И общение с местными на канале имени Москвы. Это, конечно, небо и земля. Давай дальше твоя очередь. Ну, задал множество вопросов. Явно говорил не по бумажке, не заученными фразами. Просто задавал нужные вопросы. Может, сейчас перезвонит, еще что-нибудь спросит. Ну, там все четко. Там вот прямо четкими фразами, четкие вопросы, четкие ответы. Скрипт и просто поболтать. Да, 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 да. Вот как скрипты. А здесь яхта. Сейчас передам кому-то другому. Яхту. А что мы хотели? Да, с моторчиком. Значит, это Дельтаплан? Да, это Дельтаплан. А как называется? Я не помню. Дельтаплан. Продолжение следует... 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 корму оттаскивает это я помню как нас тогда раскалять хотя в каком во втором шлюзе до было на свири нас раскорячила скоро загорится зеленый цвет мы пойдем а вот теперь нам видно зеленый ведь его на здании а нам его загораживали ветки гелий вот этих вот не продумано похож на сталинки москве который дома балконы такие устроился тоже так ведь нам куда дальше идти это теплоход россия мастер шоу а че нас вызывали вот этот подходит перед россией и соответственно он пытается пройти и пытаясь урок бросить нас по дорогам мальчик ну да россияна ждет баржу а баржа тихоход а ведь я смотри да почему то не включили подсветку ленина с подсветкой наверно смотрелся бы куда эффектно так нам вот за этот мыс на котором светится красный маяк 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 курицы в зоне маяк да не стоят мачты стоят Витя попытался связаться с маяком по рации, но, видимо, никто там не дежурит. Поэтому идем. Просто идем. Может, конечно, дети спать уложили почти все, что выедут сама? Как мы в Волгобалтии прошли? За ночь? Хотелось бы отдохнуть. Хотелось бы отдохнуть. Хотелось бы отдохнуть, ведь мы в Волгобалтии в 3 часа только вышли. А сегодня мы рано проснулись. На самом деле очень плохо. Где там отражение, где реально что-то. С воды торчит. Ну вот это гостевой, наверное, у них, Вить. Нет, вот прямо причал, Вить. Давай с внешней стороны встанем. Да ладно, это далеко. А? Далеко. В нейтралке? Да. Встанем с внешней, подходить. Да, давай, в нейтралке. Нет, не вижу. А? Причальных не вижу. Нет там. Высокий? Да, вон, да, высокий. Мы сели на мель. Ну, к счастью, яхта легко слезла с мели. Сели мягко. Кошка уже пошла гулять. Вот так вот я с клубе маяк. Здесь несколько, ну, относительно больших лодок. В серединке по кругу стоят солнышком швертботы. И, я так понимаю, лодки с малой осадкой. Мы встали. Наверное, здесь гостевой причал у них. Я что, не знаю. Витя пошел. Попытаться там узнать. Долго гадала, с кем там Витя разговаривает. Оказывается, с ним кошка пошла. И он ее зовет. Сейчас придет, расскажет, что узнал. Это, короче, не свет горит. А что это? Это закат. Это закат? Это никого нету, что ли? Да, там пусто. Все пусто. Смотрите. Я думала, это свет в окнах. Оказывается, это закат отражается. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...